Несмотря на изменения у бабушек из Бураново, теперь называть их можно только так, практически каждый день аншлаг. На этот раз гости из Ижевска, Сарапула, Перми приехали полакомиться перепечими табанями, ну и, конечно, поближе познакомиться. Об изменениях, которые произошли в коллективе, гости не знают, неудивительно. Сами бабушки об этом узнали недавно, из интернета. Эта идея мне совсем не по душе, потому что, зная свой коллектив и зная, какого он качества, и что это очень неординарный, нестандартный коллектив. И такое с нашим коллективом, как делается с Виагрой, с Ласковым Маем, мне казалось, что это неприемлемо. Как нам объяснила Ксения Рубцова, мысли по проекту «Бурановские бабушки» появились давно. Мы уже давно думали о том, чтобы дать возможность всем участникам проекта «Бурановские бабушки», значит, жителям Удмуртии, тем бабушкам, которые живут даже в других селах и городах, дать возможность выйти на большую сцену. Вот это была главная задача этого проекта. Мы его сейчас осуществляем. В состав коллектива, кроме обычных бабушек, они, кстати, не из Бураново, а из Лударвая, вошли профессиональные артистки. Что случилось, то случилось. Это правила шоу-бизнеса. Поэтому, я говорю, это не искусство, а бизнес называется. Не зря, наверное. А у бизнеса свои правила. Гастролей по стране у бабушек теперь нет. Но пожертвования и иконы им все равно везут. Чемеевскую Божью Матерь им подарили как раз в тот неспокойный день. По словам Ольги Тукторевой, долг перед подрядчиком около двух миллионов. Все потому, что за последние восемь месяцев гастролей они не получили ни копейки. Хотя Ксения Рубцова утверждает, строительство будет продолжено и по возможности деньги будут перечисляться. Деньги, заработанные вторым составом, мне не хочется брать, вы сами понимаете. Но это непорядочно будет. Бывший руководитель коллектива «Бурановские бабушки» уверена, они справятся. Пусть даже если для этого придется нарушать условия контракта. По договору, по авторским правам мы не имеем права даже фотографироваться. Мы его будем нарушать. Получается, что нарушать, но мы не нарушим немножко другое. Мы постараемся не нарушать человеческих, внутричеловеческих законов, которые существуют веками между людьми. Это для меня гораздо важнее. Лена Слесарева, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Лена Слесарева, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия».